И о чем мы сейчас вам будем говорить? О том, что у нас не покрывается коррозией. Так вот, коррозией у нас не покрывается один единственный материал. Золото. Но по сути событий золота у вас нет в природе. Потому что то золото, которое вы надеваете на кольцо, это золото с медью. 585 там, всего лишь проба. 585, проба золота. А все остальное медь и всякие остальные примочки. То бишь, оно таким же образом, хотя и в меньшей степени покрывается коррозией. То бишь, давайте все-таки определимся. Когда мы говорим о электросиле, о чем мы будем говорить? Мы вам говорим о том, что все, рано репост закончится. Других вариантов не бывает. Но если вы с головой работаете, если вы еще умеете паять, то поверьте мне, и ваша машина, так же, как и ваше, все хозяйство проживет гораздо больше и вкуснее. Потому что пункт номер один, все это здесь не стоит никаких, особенно больших финансовых затрат. Потому что это выгодно. Ох, как так? Это для самых тупых магнитогорцев. К слову, таких 90%. 90% тех, кто заворовался. Они даже платят деньги вольнонаемным, чтобы отбрехивались от рекламы. Не знали? Так знаете. В электросиле все по-другому. Я вам еще раз объясню, не буду это дело показывать, но как бы вам так сказать то, сколько лет я на телевидении работаю? 27, скоро будет 28 год. То бишь, все рано или поздно накручивается, наваливается. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы ничего не получилось, чтобы все работало бесконечно долго, но этого не случается. Поверьте мне, БВГ-головок я ремонтирую. Я все делал в этом телевидении от и до. И вчера я буквально ровненько взяв паяльничек, который я купил в электросиле, взяв флюс, который я купил в электросиле, взяв припой, который я купил в электросиле, взяв щипцы, который я купил в электросиле, взяв обстругиватель, который я купил в электросиле, все сделал, это было красиво и ровно. Да, конечно, это стоит времени, но это того стоит. И потратив, грубо говоря, часа-полтора, я себе сделал все ровно и качественно. И на некоторое время я малость успокоился. Но в любом другом случае, если что-то уж каким-то образом случается, то я знаю, к кому я буду обращаться. За любыми вещами. Пусть это будут лампочки, пусть это будут светильники, пусть это будут кабеля, пусть это будут розетки, да пусть это будет все, что нужно, потому что все, что нужно, не стоит здесь никаких сверхденьжат. Бывает, да, редко, но бывает. Видите, пожалуйста, вот вы наверняка специалист в области электричества. Часто ли случается, что что-то накручивается, наваливается и вообще. Да, по-всякому бывает. Бывает, да, ведь? Но когда мы заходим в электросилу, мы покупаем товары. В принципе, это не сильно дорого. Да нет, не сильно, доступно. Доступно, да? Да. Вы знаете, я всегда буду говорить огромное спасибо электросиле по одной простой причине. Потому что наконец-таки, наконец-таки у меня сейчас нет никаких проблем с электричеством. Потому что даже если что-то не случилось, я всегда прихожу и беру то, что мне нужно. Потому что это лучший и идеальный вариант, когда вы покупаете все в одном месте. Бегать никуда не надо. Я бы хотел попросить, очень красивая девушка, но не хочет она со мной беседовать, но она точно знает, что покупая товары в электросиле, вы получаете максимальное и лучшее удовольствие, потому что здесь нету бешеных цен, нету. Здесь принцип настоящего Китая. Чем больше вы берете, тем больше они зарабатывают, тем больше удовольствия для нашей жизни. Да, электричество – это расходный материал. Мы должны платить за свет, за отопление. И честно, нам тепло, потому что есть электросила. Все в достойном для творчества изделиях. Не хотите внедрять много, можно не по многу экономить. Я так же экономлю, без этого никак. Так вот, о чем мы сейчас будем говорить, о том, что я себе сделал замечательный вариант, используя здесь же купленные паяльники, припои и все остальные. Слово о том, что не всегда это необходимо очень сильно перегревать. Зачем? Взяли спокойненько газ, взяли спокойненько газовую горелочку, а аккуратненько закрепили, залили все это дело канифолью, прогрели все это, это гораздо быстрее получается. И используя вот такой вот в резиновой штучке проводочек, сделали такой мощированный припой, что можно и КАМАЗ заводить. Это я сделал. Другой вариант тоже купил, но маловатенький оказался проводочек то. Для чего я купил эту штуку? Для того, чтобы подкачивать колеса. Пришлось это дело обрезать, взять себе замечательную штуку в резиновой оплетке, по длине, естественно. И я теперь могу с одной точки целиком всю мою машину, не так, чтобы переходить, просто в окошечко бросил и все. И не свою машину, могу еще и несколько спокойненько накачать колесики. Не сложное дело-то. Есть руки в конце до концов. Кроме всего прочего, все остальные вещи я также беру здесь. Допустим, есть очень мощные провода ПВС. Вот два на четыре. Это очень серьезная штука для того, чтобы вы могли запитать серьезную акустику. Также берется здесь. То есть, в принципе, когда мы говорим о силовых кабелях, здесь есть все. И вопрос цены. Цена, это даже не что-то, это не просто цена, это просто смех какой-то. Потому что, когда вы набираете больше, то вы получаете грамотный результат. Чем больше вы наберете, тем больше привезут. Ну, красивое дело. Очень даже интересное. Вы паять умеете? Умею. То бишь, я, наверное, так же научился паять. И внезапно просто беря то, что продается здесь, мне показалось, что стало бы гораздо проще, когда я просто тупо все это делаю. Она все равно ломается рано или поздно, правильно? Ну, все равно или поздно ломается. То есть, имея возможность, используя паяльники, которые есть в электросиле, и все остальное, можно жить спокойненько? Наверное. И вы даже не думайте, что я тут один такой навороченный. Я далеко не самый навороченный, поверьте мне. Я просто говорю вам то, что необходимо купить. Потому что это необходимо купить для вас. К слову о том, что я здесь уже заметил то, что я в следующем заходе обязательно куплю. То бишь, есть у меня тонкоязычковые паяльнички. Я хочу немножко другой. Я хочу, чтобы паяльник был, использую я медь. Он есть, новинки. Опять же, интересно, красиво. А почему нет? Да. К слову о том, что вот здесь, если вы посмотрите внимательно, здесь стоят горелочки. Горелочки крепятся вообще легко и просто. К сожалению, баллонов здесь нет. А так просто сверху закрыли, накрутили, кнопочку нажали, сделали нужное вам пламя, нужное пламя, естественно. Такое, чтобы все выдувало. Такое, которое необходимо. И спокойненько паяете. Мало того, есть другие варианты из той же оперы. Я сейчас не буду говорить о всех вариантах. Потому что если мы будем говорить о всех вариантах, это будет достаточно долго, и не один сюжет в этой смысловой линии произойдет. Но тем не менее, даже беря то, что есть здесь, а это большое количество паяльных масел, флюзпаста, жировые, нашатырь, засновый канифоль, паста ГОИ, графитовая смазка, все, 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 все есть. Ребята, руки же есть, руки у вас есть. А если есть руки, значит, есть мозги. Очень интересная штука. Сейчас будет небольшая жесть, но так она и есть. То есть, господа мои, за 32 года у нас практически нету медиков. Потому что мне 50 лет скоро будет. А когда я выходил со школы, что-то было очень мало людей, которые собрались становиться медиками. Всего два человека. А в итоге осталось-то один. То есть, понятно, да, сколько было людей. Кроме всего прочего, я заканчивал школу при Советском Союзе. Ну, практически. Через год он закончился. Я ровно год занимался в авиамодельном училище. У нас было такое. Сейчас там уже практически ничего и нет. При мне было несколько человек. Они поступили в мой класс, в институт. Я задал вопрос, а почему вы не летаете? А нам было просто прикольно. Это мы говорим о том, что, к сожалению, у нас очень мало тех, кто умеет летать. Да, и у нас сейчас понты начались опять все эти вот эти. Типа, вы должны быть типа программулерами. Что такое программуллеры? Это бактериальный язык, бейсик, который немножко переделал там слегонцухи. И вы типа что-то пишете. Вопрос возникает. Когда мы говорим про этих программуллеров, я-то помню то доброе старое время, когда бабушка занималась собесом. Там никогда каких-то тараканов не было. Сегодня, сейчас в эти собесы вы без... Ксерокопии даже не зайдете. Это что за бардак? В этот бардак разбирать надо. Ребята, вот что вам необходимо. Вам необходимо быть рукоделятелями. Вот, правильно сказал, да? Чтобы то, что вы могли сделать, вы это сделали своими руками. И тогда у нас будет гораздо все более интересно. Потому что у нас есть электросила, потому что у нас есть то, что может работать именно для вас. А вы должны просто понимать, что своими рукоделям вы можете сделать гораздо больше, чем покупать, чем ждать тех самых странных ремонтников.